Здравствуйте, друзья! Меня зовут Реакин Дмитрий Владимирович. И в этом фильме речь пойдет о живописи масляными красками на холсте. И пишем мы зимний пейзаж, а именно, как написать такие оттенки заката зимой. И на этом фоне изобразить деревья, стволы деревьев, показать передний план в тени. Вот основная задача этого фильма. Я немного расскажу традиционно, каким материалами я пользуюсь. И начну с кистей. Кисти щетина, отбелленная. Я не буду рассказывать, какая фирма. Просто вы можете зайти в магазин и спросить у консультантов, у продавцов. Они вам, скорее всего, подскажут. Чаще всего критерии оценки хорошей кисти, это цена ее. То есть, если кисть дорогая, то она чаще всего хорошая. Потом. Вот такая круглая кисть. Вот это я буду ввести большие такие. Заполнять общие формы. Вот такая кисть более тонкая. Тоже синтетика. Из Франции. Вот такая кисть веерная. И тоненькая кисть третьего номера, круглая. Это для детализации и предварительного рисунка на холсте. Мастихин я буду использовать один. Вот такой мастихинчик. Очень удобный, среднего номера. Но и о красках. Красками я пользуюсь разными. Различные вот цвета. Я не буду называть фирмы. В принципе, то же самое. Как дело обстоит, как и с кистями. То есть, если краска дорогая, то она, соответственно, скорее всего, будет более качественней. Но я могу сказать, что у меня китайский производитель, наши, санкт-петербургские краски, российский производитель. Они различные, конечно, по качеству. И скажу о палитре. Немного о палитре. Значит, сама палитра у меня. Вот рабочая, кстати говоря, палитра. Вы видите, она какая грязная. И могу немножечко так рассказать. Вот здесь кобальты. Зелёные, синие. Кроме того, ультрамарин. Небесно-голубая. Вот здесь находится краска. Это холодные оттенки. Я их здесь располагаю. Здесь, вверху, я располагаю охры. Жёлтая, светлая. Может быть, английская, красная. Сюда ближе. И здесь кадмии. Оранжевый, кадмии лимонный. Кадмии лимонный светлый. Ой, кадмии светлый. Кадмии красный светлый. Очень востребованная краска. И дальше, ниже, вот здесь, кармины. Кармины и коричневые. Марс коричневый, умбра жёная. Ну и под конец, где-то здесь, чёрная. А белила я здесь располагаю. Ну и вы видите маслёнки. Они прикрепляются вот таким образом. Металлические маслёнки на палитру. Я использую две. И наливаю разбавитель в две маслёнки, чтобы, если одна маслёнка загрязнилась, то можно будет пользоваться другой маслёнкой. Вытираю я кисти обычно ветошью, либо салфетками. Разбавителем пользуюсь пиненом, уайтспиритом, тройником. Тройник, вы, наверное, знаете, что это льняное масло, это пинен и лак, один к одному. В принципе, тройник тоже можно приобрести в магазинах для художников, и вам подскажут, какой лучше. Холст. Я буду пользоваться вот на таком... Вот таким холстом. Это холст на фанере. Зачастую бытует такое мнение, что холст должен быть на подрамнике, но я не доверяю современным подрамникам и современным холстам на подрамниках. Но, скажем так, либо это очень дорогие холсты, и они довольно качественные, либо они дешёвые, и они совершенно некачественные, и не знаешь, чего от них ожидать даже через месяц. Возможно, холст провиснет, или подрамник поведёт. Поэтому до 500 рублей я не рекомендую вообще холсты покупать, потому что они, как я уже говорил, бывают подрамники тоненькие, натяжка плохая и так далее, и тому подобное. Лучше приобрести на картоне, и с ним ничего не произойдёт никогда с этим холстом. Более того, он защищён от влаги с тыльной стороны отсюда и защищён от ударов. То есть, если вы на холст нажмёте пальчиком посильнее, то образуется вмятина, которая впоследствии даст, может быть, появится трещина в краске. В принципе, всё. В принципе, всё, что я хотел, рассказал. И ещё такой нюансик. Живопись будет вестись двумя техниками. То есть... Техниками. То есть, в начале мы начнём живопись с подмалёвкой акварельными красками, что обычно не показывает вам в обучающих видеофильмах. И можно ввести подмалёвок не только акварельными красками, но и темперными красками, что усиливает яркость, если вы в дальнейшем живопись будете писать лессировочными мазками. Об этом нужно знать. И я рекомендую посмотреть, как я это делаю, и выполнять в точности всё то, что я делаю в этом обучающем фильме. Ну, давайте начнём. Начну я с линии горизонта. И если мы приблизительно разделим холст пополам, вот таким образом, то чуть-чуть ниже середины у нас будет линия горизонта обозначена, где-то здесь. Делаю я предварительный рисунок акварельными красками. Беру краску любую, в принципе, можете, какую вам понравится взять. Неважно, но охру я взял. И намечаю вот такой вот рисуночек. Скорее, такую вот линию горизонта и деревья дальнего плана. То есть деревья будут ширины, высоты вот такой. Ну, и здесь они будут поменьше, здесь побольше. Это, соответственно, как линия горизонта. Дальше. У меня будет вот здесь солнышко, где-то здесь. Поэтому я его вот так обозначаю кружочком. Здесь будет солнышко. Ну, и теперь всё просто. я беру щетину, всё то же самое. Беру лимонную красочку вот такую и начинаю заполнять вокруг этого места. Причём сразу, теперь добавляем сюда же красного кадмия. такая яркость получается. Она, возможно, ещё перекроется, где невозможно, а скорее всего. Вот. И ведём эту живопись, вводим её в левую часть картины. Если побольше воды брать, то вы сможете её такую сделать немного потускнее, чем она сейчас есть. Краска. Такая вот акварельная живопись, подмалёвочка. Вот. Ну, и вымываем кисть и подбираем цвета, которые будут здесь. Вот здесь бы я хотел взять цвета вот такую голубую краску. Вот она. Похожа на небесно-голубую. Побольше набираем. Ну, можно чуть-чуть красненького. Тоже получаются интересные вот такие цвета. Пробуем. так. Но хорошо, только мало тона. Мало тона. Поэтому я ещё убираю меньше воды, пытаюсь вот набрать побольше краски, красочного слоя, и делаю вот такие цвета. Пробуем наносить ещё больше чистыми цветами пишем. То есть синий вот это и карминовое. вот ещё набираю больше. Можно добавить немножко вот такого синенького. и заполняем вот это пространство. Больше небесно-голубой и пусть оно растекается. Всё такое течёт и сливается вниз. Ну, мы можем добавлять одновременно вот таких вот каких-то красненьких переходов. Вверх ещё больше синевые я пытаюсь накидать. накидать. Акварельный подмалёвок тоже интересен. Кто пишет, можно попробовать вообще акварелью эту работу сделать. И вот здесь они должны эти цвета соединиться. В принципе, это вот вам прямой показ, как пользоваться акварельными красками. Можно вот сюда ещё чуть-чуть вбить жёлтенького, чтобы она начала течь вот отсюда, сверху вниз и вот с этой краской стушевалась. Что сюда попадает, это вообще не важно. Важно сделать сейчас вот такой плавный переход, небо красивое. Для этого нужно пользоваться различными оттенками. И сейчас мы видим, что хорошо получается переход от светлого к тёплому. от холодного к тёплому, а от тёмного к светлому, скажем так. Неплохо вот такой вот тон, цвет красивый. И вот здесь берём салфетку и начинаем вот здесь вытирать вот это место. Здесь у нас будет солнышко показано, да? Можно вот так руками чуть-чуть, либо кистью вот эти мазки подзбить. Ну, а дальше условно мы делаем, подбираем, вот можно голубую красочку допустим взять, то есть условно всё делаем, как будет, грунтуем холст, так скажем, акварельными красками. Для этого я беру чёрную, минимальное количество воды и голубую, небесно-голубую можно сказать, такую краску и заполняем вот здесь такими движениями показываю, что там будут деревья дальнего плана. Можно их немного так вот опустить. Вот, в принципе, достаточно. Далее нам нужно определить, где будет свет, где будет тень. цвет тёплый, тень холодная. Это цвета заката. Поэтому в принципе можно использовать тот же красный, оранжевый вот эти тёплые цвета. И мы их вот таким образом можем здесь показать. Тут я хотел бы повторить, что это чтобы уйти от белого холста просто. Просто уйти, чтобы от белого холста и чтобы он вам не мешал, не путал вас. Чтобы вы знали так основные места, где будет находиться свет. Вот, допустим, здесь будет свет от солнца. там. И сейчас покажем, где будет тень. А тень у нас немного такая голубого цвета. Можно чисто вот кобальт брать синий. я сделал сейчас вот такой набросок красками акварельными. Причем они сейчас высохнут, подсохнут, и вы будете знать у себя в холсте предварительные все варианты, какие могут быть цвета. Уже показаны. Хотя можно сказать, что мы работу еще никакую не вели. То есть мы саму живопись не делали. Но мы уже разбили по тону и уже так представили, где у нас будет падать свет, где тень. Ну и сейчас краска высохнет. Мы откладываем кисть и начнем с вами работать масляными красками вот по такой вот скажем так тонированному по такому тонированному холсту. Видите, как просто уйти от и не бояться от белого холста. То есть что бы вы тут не сделали, в любом случае это акварельная краска, которая не имеет фактически слоя никакого и вы не сможете испортить эту работу. Да, но уже приблизительный цвет и тон картине колорит вы уже задали и чуть-чуть обозначили рисунок. То есть линия горизонта где солнце вы уже знаете. Сейчас вот это все высыхает и мы начинаем работать заново. То есть уже начинаем конкретно. Мы будем перекрывать, а может быть где-то и останется даже акварель на холсте. то есть это будет зависеть от того как мы будем в дальнейшем вести живопись. Так далее мы набираем с вами вот смотрите какими красками и оттенками пользуемся. Синяя, небесно-голубая, немножко белой красочки и вот такие какие-то карминовые, красные все это вот сюда скидываем. получается вот такой цвет. Может быть белило побольше. Вот. И тоже довольно жидко начинаем этот цвет изображать. Наносить. Вот здесь, в этой части картины. Вот эта акварель она будет еще немного подсвечивать, если вы вот такими жидкими мазочками и вот так в растирочку будете наносить, то акварелька еще будет вашу живопись подсвечивать, просвечиваться сквозь краску и давать свой эффект теплых вот этих тональных отношений. Вот я заполнил вот такой кусочек и начинаю теперь добавлять в этот же замес больше, допустим, белила. и может быть чуть-чуть вот так в растирку сильнее работать. Вот, то есть эти вот пятна акварельные где-то просвечиваются, эффект такой воздушный появляется. Еще берем, добавляем белила и может быть больше красного. то есть вот в один и тот же замес да, видишь, видите, как мы работаем, начинаем добавлять оттеночки, которые переходные цвета, которые хорошо показывают небо нам, красиво показывают. И главное, что много очень света тут. Все это выглядит очень красиво. спускаемся ниже. Делаем вот здесь вот такими движениями в растирочку. Если остается где-то акварель, а она вот у меня остается, я потому что растираю буквально вот такими движениями, то это хорошо, наоборот хорошо. Она где-то пастозностью уместна, а где-то неуместна. в небе она не очень-то и уместна. Добавляю еще я уже пишу разбавителем, так что эта краска акварельная не смоется. Поверх нее уже будет слой масляной краски. И вот здесь останавливаемся. Здесь сейчас будет аккуратно. То есть мы пишем скажем так лисировочное лисировочным письмом. Лисировочная живопись такая. Можно вот такими кругообразными движениями. Вот. Очень много цвета получается и это конечно хорошо. Это замечательно просто. Все же я хотел еще вот здесь добавить немного тех же оттенков только с красным отливом. Белин добавляю. вот красненького такого перекрыть немножко вот здесь чтобы не так акварель просвечивалась сильно. она идет живопись легкими легким тоном. но тем не менее вы видите как много здесь цвета переходов тональных цветовых переходов. останавливаемся возле солнца и солнце можно взять вот даже на палец белую краску и просто показать что вот здесь будет солнышко вот здесь вокруг солнышко теперь целесообразно сделать такой ориончик который можно использовать снова белило и желтую красочку причем немного совсем берите желтой краски совсем чуть-чуть еще делаем желтую можно даже теперь оранжевый так вот постепенно делаем свет еще раз напоминаю вам что немного надо брать желтой краски потому что это свет свет не должен ни в коем случае быть темнее желтый можете взять слишком темный он будет темнее чем все остальное нет этого нельзя делать нам нужно добиться вот такого желтенького цвета вокруг солнышка может быть даже вы на солнышко попадаете вот так вот и это хорошо тоже потому что честно говоря я вот не люблю когда белило чистые солнцем покажут там кусочек оно всегда какое-то расплывчатое имеет такое оно ярко светит и поэтому имеет расплывчатый контур добавляем сюда больше оранжевых оттеночков таких и спускаем их вниз сюда вот вот здесь нужно показать тоже очень лисировочно спокойно гладенькую такую и везде переходники то есть все это кисточкой убирается все переходники очень спокойные простые и у нас в итоге получается такое небо ровное ровное небо чтобы на линии горизонта сделать свет мы добавляем сюда теперь немного той же тех же белил с небольшим замесом желтой краски то есть у вас должен быть цветовая растяжка вот оно пятно и оно расходится по кругу добавляем еще желтой краски вот такой я взял белила и лимонная вот здесь вот набираем и внизу картины у линии горизонта немножко добавляю вот этот света такого ну конечно на фотографии если вот смотреть на какую фотографию то вы увидите там яркие такие цвета чрезмерные вот этого лучше не делать то есть представьте как оно может быть в природе это солнечный свет и такой нужно изображать то есть чрезмерная яркость она не обоснована она не нужна ну вот такими движениями я в принципе нашел все и тут интересная такая вещь мазки где-то пастозно где-то не очень они они все такие различные получаются и небо получается от этого понимаете как облачка плывут опять же если вы на фотографии будете это делать по фотографии то вы увидите сплошной цвет неба да а если вы посмотрите на натуру то зачастую вы увидите в небе вот такие много таких вот интересных оттеночков всяких и где-то может тучка поплыла то есть это намного интереснее чем просто вот так вот взять и гладкую сделать гладкий кусок неба эти вот все просветы такие интересные пусть они остаются все в принципе с небом наверное все сейчас еще разу посмотрю но мне уже небо нравится такое интересное теперь давайте перейдем к изображению здесь деревьев которые вдали те же цвета приблизительно можно использовать это вот если взять чуть-чуть черненького в желтый вот в этот же опять же замес небесно-голубой все сюда накидываем и попробуем попробуем теперь вот здесь гладко вот так написать контур деревьев можно добавлять чуть-чуть еще холодных каких-то тонов потому что это вдали и подчеркиваем именно те места где идет свет вот здесь вот здесь нужно показать четко основание а вот верх пусть будет с такой желтизной еще там даже акварель где-то осталось можно даже взять ветошь немного ветошью скинуть вот эти вот так поработать вот такими движениями вот оно в принципе и появилось деревья сами где-то они там просвечиваются где-то идет освещение то есть живопись она может быть разной и вы можете использовать различные техники для этого в том числе вот такой способ вытирания красочки вот такие пятна видите получились но они в принципе дают эффект что там деревья находятся вот и теперь нам нужно с вами показать свет да и деревья на переднем плане кусты и все такое но чтобы показать свет достаточно набрать белила взять вот сюда допустим возьмем красные различные оттеночки возьмем сюда вот красные они очень кроющие поэтому их надо поменьше и желтенькие цвета вот еще больше белил потому что это слишком темный цвет получается да темноват больше то есть это должно быть светлее светлее чем небо сейчас я выдавлю белила и попробую изобразить я пожалуй возьму даже кисть вот такую среднего номера в этот замес же можно добавить немножко вот желтенькой да желтенькой краски попробуем нанести ну где-то вот центр картины вот он если линию вот разбить картину пополам подчеркиваем строго можно даже как-нибудь под наклончиком вот такой у нас получился свет мы может быть его еще потом много раз переделаем вот сюда давайте дальше чуть-чуть зайдем на несколько миллиметров и покажем еще один кусочек вот здесь передний план он должен быть более яркий и насыщенный но для начала давайте вот так чтобы определить где средний план где передний где дальний дальний план это вот здесь будет средний план но дальний план это где-то 2 сантиметра от основания от основания деревьев вот этих ну вот пока вот так добавим где-то здесь выкинем световое пятно еще одно вот тут можно немножко поменьше подчеркиваний у основания так это вот был дальний план сейчас будем переходить переднему плану где-то может быть там есть еще проблески эти деревья сами уже начинают казаться похожими на деревья тут здесь точнее тут здесь уже можно пробовать изображать деревья передний план он будет в тени поэтому сейчас все так голо кажется а мы сделаем все довольно заполнено будет и я беру вот кисть вот такую видите она круглая мне из франции привезли тоже щетина круглая и сейчас попробуем наметить деревья здесь пойдут деревья может быть мы даже здесь какие-нибудь домики сейчас сделаем в общем это мы посмотрим друзья ну вот я еще отошел все-таки мне не нравится я хочу вот желтую с белил с белилами взять такую красочку немного вот здесь нанести еще внизу высветлить чуть-чуть не нравится мне пусть еще капельку капельку посветлее будет вот такой свет мороз и солнце день чудесный готово берем кисть берем кисть набираем синюю краску синяя чуть-чуть черной и белила можно еще капельку вот такой похожую на карминовую что-то такую краску взять вот получается такой замес и давайте попробуем вот здесь изобразить дерево дерево и оно будет подходить к солнцу близко будет подходить к солнцу так наверх оно уходит вот утолщаем это дерево сильнее такой вот толщинец и сделаем если взять черную опять же но более темные замесы и синие то мы сможем с вами изобразить вот здесь темнее ствол причем смотрите я вот так поднимаю и кручу немножко кисть если добавить сюда еще и коричневого допустим тут перебьем вот этими цветами коричневыми особенно где солнце там можно наносить вот кажется мне маловато по тону поэтому я еще хочу еще коричневым оставляем ну где-то может быть здесь по краю тоже пойдет этот цвет ну давайте вот здесь сделаем развилочку так и уходит эта развилочка на разные на разные разные стороны здесь же можно еще одно дерево пустить давайте мы вот так сделаем вы вы всегда можете деревья моделировать и вы если видите что оно где-то тонковато то можно добавить толщины принцип такой что вверху должно быть тоненькое дерево внизу более толстый зачастую бывает такое что вот здесь где-нибудь бывает толще чем вот здесь это у начинающих но вот это неправильный подход поэтому старайтесь такого не делать готово и основные ветки основные ветки я вот сейчас делаю это дерево но оно будет еще много раз дописываться то есть не думать что это конечное какое-то дерево это я просто намечаю намечаю вот этот сами стволы пока вот такие стволы такое дерево у нас будет заполнение деревьями большое поэтому можно смело так делать их много но если вы возьмете вот опять же черная синенькая какая-то вот такая краска интересно вот такие цвета они хороши и мы можем здесь обозначить еще какие-то растительные вот элементы здесь пятно будет да эти растительные элементы будут здесь не прописывайте их пожалуйста не надо ничего там выдумывать сейчас единственное что должно быть это пятно должно быть темнее чем деревья дальнего плана они должны быть чуть-чуть потемнее вот это пятно ну сразу же кусты можно здесь где-то наметить они может быть капельку посветлее будут но все равно темнее чем деревья дальнего плана вот они кусты вот такие сделали ну и где-нибудь здесь тоже поставим несколько кустиков тут еще деревья будут что насчет домов дома можно вот здесь изобразить совсем немного показать домов то есть может быть там будет деревня какая-то но чтобы деревню изобразить можно просто взять вот белую краску да чуть-чуть теплого какого-то цвета чуть-чуть теплого с красненьким может быть чуть-чуть и вот такие вот крыши домов показать здесь занесенные снегом ну дом сам в деревне вы знаете он может быть любой там по цвету синий какой-то еще единственное что он должен различаться по тону его плоскости пока вот так я поставлю дом этот а потом мы будем смотреть вообще нужен ли он там не нужен сделаем может быть какие-то дорожки тут это нам на самом деле не так важно нам нужно вот этот передний план еще прописать весь для того чтобы прописать передний план я опять использую довольно контрастный черная краска черная краска и допустим фц вообще вот такая чернота и изобразим где-то здесь то есть вот если середина картины то мы чуть-чуть отступаем сюда и вот отсюда где-то давайте сделаем еще одно дерево которое вот таким наклоном мы отпустим добавляя вот в этот же замес немного охры золотистой московской я добавил вот такой охры в черном я могу еще раз пройтись и прорисовать веточки веточки все по одному принципу принцип такой что чем дальше ветка тем она тоньше можно конечно вот такие прям веточки делать изгибающие очень и вот на этих на изгибах кстати еще пойдут ветки но сейчас мы их делаем основные то есть ветки те которые такие самые большие а может быть так вот куда-то пойдет в другую сторону ветка заполняем вот это пространство вот поэтому небо в этой картине нужно сразу рисовать не ждать оно должно быть полностью изображено далее накидываем еще берем черненькой ультрамарина ставим вот здесь дерево одно да какое-нибудь широкое вот такое деревце и начинаем его обустраивать хорошо по такому подмалевку почему я такой подмалевку взял потому что по такому подмалевку хорошо вести по акварельному живопись и краска ваша не будет если была густота такая то вам было бы трудно нанести вот такие красивые веточки у вас были бы с этим проблемы здесь делаем еще дерево то есть еще одно дерево и попытайтесь его эти деревья точнее делать такими вот непонятными неоднотипными а чтобы они у вас были в разные стороны расходились чтобы вы как в природе не могли делать повторения а все должно быть разнообразным вот эта ветка видите вот здесь толщина такая здесь такая здесь другая толщиночка веточка одна тоненькая другая толще и тут еще такой закон действует вот если вы вот здесь допустим нанесли краску она вот таким бугорком идет да то соответственно из этого бугорка можно еще выложить вот сюда веточку вот они какие красивые вот такие ветки пока не разбираем их не разбираем их по свету и тени а просто добавляем общие ветки которые будут у нас на этих деревьях вот начинается интересная такая уже заварушка тут да можем добавить в принципе где-то здесь еще маленькую два маленьких таких деревца вот так сюда уходит здесь кусты довольно темные а мы их можем здесь расширить на переднем плане и тоже вывести наверх но если мы будем делать такие тонкие то это потом поменяем кисть и сделаем более тоненькие такие веточки которые будут красиво уходить сюда наверх пока не стоит заострять на этом внимание у нас возникает вот в чем вот тут свет появился красивый свет но тень она слабовата ее можно делать еще насыщеннее а где же тут находится тень она находится вот здесь то есть вот кусты вот эти загораживают солнце да солнце и тут идет целый такой большой кусок тени но если взять любую синюю краску и для вас же для самих чтобы вы понимали где тени можно обозначить вот этой краской как будет лежать эта тень чтобы вы понимали как она будет находиться я думаю вот здесь можно такую тень придумать здесь можно какой-то снежок вот тут пойдет и тоже такую тень смотрите если бы вы присмотрелись то увидели что солнце источник света здесь соответственно тень должна как-то сюда больше уходить но это далеко может быть не так в природе у нас возможно различные варианты вот если от этого куста свет вот сюда падает то она может быть тени сюда уходить то есть тут очень часто бывает вы видите думаете одно а на самом деле можно в природе увидеть совсем другое совершенно другое здесь тоже мы дополняем тени тут в принципе вот она обозначена тень можно как-то ее сюда вот от этого кусочка накидать вот в принципе получается у нас такой пейзаж но и здесь на переднем плане вот не хватает чего-то поэтому я предлагаю вот такой тоже теневой бугор сделать вот до сих пор то есть показать что здесь рельеф вот разбили мы по цвету по тону и начинаем теперь наносить вот эти тени тени я буду носить даже вот вееваной кистью все веду такую жидкую живопись лессировочную и я хочу подобрать оттеночки беру синюю краску белила вот такие и немножко карминового замеса ну получается что-то вот такое давайте посмотрим можно ли использовать да в принципе неплохо и здесь сейчас я буду такими пятнами опять же живопись это не пастозная она лессировочная то есть минимально берется краски веерная кисть она немного процарапывает так скажем и поэтому оставляет предварительный слой вот этой акварельной краски которая тоже может в дальнейшем интересно нам показаться добавляем некоторые замесы сюда вот начинается этот передний план ну конечно света здесь не хватает но это мы всегда успеем прописать этот свет какой еще секрет если вы изображаете вот такой бугорок то нужно кистью водить по этому бугру то есть по облегаемой поверхности как бы гладить этот бугор не просто так штрихи делать как вам хочется а именно как этот бугор устроен вот почувствовать его и то же самое делать вот такие веерные кисти моменты тоже синевой оттеночки мы добавляем сюда сюда и у нас выстраивается уже какая-то живопись уже какой-то намек на пейзаж появляется теперь нам нужно с вами показать вот это теплые оттенки снег вот этот показать но в принципе он неплохо сейчас в некоторых местах добавлен в некоторых конечно хотелось бы получше его обозначить и обозначить кроющей краской кроющими мазками то есть уже пастозно почему пастозно потому что тень на самом деле тень она всегда фактически накладывается как и небо очень тонким слоем висеровочным как я уже говорил а свет он может быть пастозно конкретно накладываться и это целесообразно делать потому что свет он от этого ярче становится прям по-настоящему выглядит как будто картина так вот горит световыми пятнами ну и давайте подберем свет и тон снега для этого я хочу взять много белил вот столько чуть-чуть желтенькой чуть-чуть оранжевой чуть-чуть красной пробую смешать и не до конца смешивая не до конца перемешивая между собой попробуем так нанести да вот появляется какой-то вот видите яркость такая бугристость да мы можем где-то вот это вот эти цвета блики зафиксировать на холсте особенно интересно сделать перебивая вот здесь кромки снега вот таким образом добавляем смешивая оттеночки у нас видите что получается мы с вами пользуемся и мастихином а цвет цвет я беру вот все вот этот же один тоже но если добавить разнообразить вот какого-то вот такого оттенка можно вот чуть подальше уже попробовать добавить других цветов чтобы не было однообразия и просветик между деревьями вот пустили интересно заиграла цветами ожила картина между деревьями пускаем вот такие проблески возможно где-то здесь тоже обозначить вот немного цветовыми такими пятнами добавить и показать что здесь мол свет есть он пробивается сквозь деревья я беру все те же цвета вот эти вот этими пользой мне не нравится вот эта тень она очень насыщенная я ее собью немного вот такими движениями вот такая у нас картина получается еще что интересно можно добавлять вот сюда тоже таких оттенков немножко теплых зачем потому что если вы изображаете тень то она должна быть везде там же бугры вот так вот идет сюда и где-то она светлее где-то темнее поэтому вы должны это учитывать и добавлять тени вот по таким принципам выделяем передний план а дальний пока не трогаем дальний пока не трогаем попадает если вот голубая краска какая-то попала ничего страшного наоборот интересно может получиться избегаем пока чистых таких цветов они должны у нас немного все-таки смешиваться сквозь дерево тоже можно свет будет пустить потом мы сделаем меньше краски чем дальше тем меньше краски должно быть чем ближе тем соответственно краски краска постознее наносится ну вот такие там где-то следы зайчик пробежал и так далее это мы сейчас будем все прописывать пока нам нужно преобразить добавить множество оттенков чтобы передний план у нас заиграл взбиваем вот немного вот этот хоть что-то и свет но добавляем сюда немножко желтых оттенков это все еще раз повторюсь вот этот замес первый какой я сделал белила красная тут у меня желтизна вот эта чрезмерная мне очень нравится поэтому я ее убираю вот друзья что получается вот такая живопись идет вернуться к деревьям мы можем и в принципе здесь мы наметили более-менее вот эти все пятна и разобрать мы их потом сможем вот я так чуть-чуть покажу может кому-нибудь захочется сейчас именно покопаться если взять вот синие оттеночки вот такие в принципе вот подобрать цвет тени да сейчас я подобрал приблизительно вот такой вот то можно добавлять бугорки какие-то тени здесь где-то снежок пойдет в разные теневые направления чтобы это было не так явно выражено как у нас на холсте добавляем сразу тропинку там да делаем так вот пока играемся с этими цветами где-то здесь добавляем тоже вот такие полосы которые будут намекать нам что там либо лыжник проехал либо человек прошел чем дальше тем цвета вот эти вот полосы тускнее должны быть и вот это надо учитывать пока все делаем так чтобы это было ненавязчиво выводим помаленьку на должный уровень для этого не нужно не нужно спешить что-то там делать а вот ведем работу по всему холсту приближительные цвета такие же как и вот эти только может быть немножко потемнее поменьше белил используя можно вот сюда наносить и делаем такой переходик синей красочкой вот на этот ствол в принципе то что нам нужно показать стволы как они выглядят они очень красивые да вот и показать объем дерева а для этого нам нужно четкость сохранить веток вот этих в принципе для этого мы ввели вот этот подмалевок каварельными красками который дает нам сейчас право наносить краску а если бы тут была густая краска она бы просто начала смешиваться и все и возникли бы проблемы вот теневую сторону показали и допустим если взять тонкую кисть вот такую и черную красочку то мы сможем ну может даже не черную а вот смотрите как я набираю ультрамарин взял потом чуть-чуть такой чуть-чуть чуть-чуть такой в три места кисти мазанул охра золотистая и ультрамарин и черная и начинаем с одной стороны вот так подчеркивать дерево с одной стороны но мазки эти должны быть знаете как как-то не навязчиво где-то они могут быть сильнее где-то нет но в целом не должно быть прям такой грубой линии и постоянно вытирайте кисть вот я опять же беру ультрамарин черную и охран начинаю наносить и сразу же у меня кисть пачкается вот о старый замес вот ну сейчас вам может быть не видно будет сейчас я покажу когда испачкаю и я начинаю кисть вот сейчас я ворочаю ее вот так вот двумя пальцами вот так вот перекручиваю потому что она видите пачкается в синий цвет ее надо либо от тряпочки вытирать все время следить за этим либо вот так вот ворочите ее проворачивайте и все нормально ну вот дерево вот это начинает получаться и мы добавим сюда давайте еще чтобы оно разнообразнее было охры вот и вы видите что тут и охра пошла интересно переходит она и в холодные оттенки и вот таким образом деревни надо прорисовывать если же вы рисуете деревья дальнего плана вот эти то они в принципе уже фактически готовы их не надо трогать где-то может быть я потом посмотрю но их прорисовывать больше не надо вот чем идет и различие деревьев дальнего плана от деревьев переднего плана ну вы в принципе должны знать это что отличие большое черной краской я еще набираю по тону вот здесь наверху и показываю по левой стороне провожу по левой стороне ствола дерево еще разок и уже прорисовываю вот эти веточки так как я бы их хотел видеть в конечном варианте они могут быть где-то темнее где-то светлее то есть они везде по-разному должны быть уходящие вдаль они более светлые более такие скажем размытые приближающие к нам они должны быть насыщенные по тону контрастные вот это одно дерево на которое можно еще добавив какой-нибудь ну допустим небесно-голубую чистую вот так мы можем еще света добавить ну света рефлексы могут быть разные поэтому можно даже где-то какой-нибудь красненькой вот здесь кадмий красный светлый хорошо идет с небесно-голубой и вот так дереву мы придадим такой рельеф или объем но немного вот и где-то на веточках вот этого красного красный же этот он будет показывать что здесь солнышко солнышко окрашивает ствол дерева и получается такое разнообразие ну вот в принципе одно дерево мы прописали за исключением тонких веток их очень много здесь их можно ими работать если черную смешать с охрой вот так да и второй замес синюю допустим с кармину это два разных замеса то отсюда брать вот отсюда кусочек взяли то оттуда и начинаем заполнять вот такие тоненькие веточки много 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 веточек делать в принципе я вот кисть третьего номера ей пользуюсь просто под рукой сейчас другой нет если вы возьмете потоньше кисть то думаю хуже не будет хотя как знать вот это тоже хорошо можно прописать и начинаем вот такие более утонченные ветки рисовать веток тут конечно должно быть очень много это же дерево переднего плана добавляем второй замес синий и кармин и тоже накидываем таких веточек не делайте из одной из одной части много веточек одну и вторую одну и вторую нет они должны как-то чередоваться эти ветки вот это важно и чем больше конечно чем разнообразие вы придумаете как они будут эти ветки идти тем будет лучше вот если взять и допустим вот отсюда вывести вот такую веточку вот она гляньте как хорошо пошла интересно да и сюда и сюда вот мы ее попробуем вот вниз как-то спустить здесь я уже краску не набираю я хочу так вот на фоне на этом солнце более более светлой краской показать множество множество веточек вот таких такая детализация и тут идут различные переходы этих ветвей вот вам по этому фильму хорошо учиться и писать деревья которые будут в летнем пейзаже только там единственное что перекрываются деревья листвой но веточки то вот чтобы научиться веточки писать если допустим там сухое дерево нужно будет изобразить то вы сможете всегда вспоминая вот этот мастер-класс наметить деревья как вам захочется вот не забываем чередовать синюю темную вот такую ультрамарин я набираю и может быть чуть-чуть черный вот и где-то добавляем темными вот если эта ветка будет ближе к нам то мы должны вот так сюда вывести вот этим тоном все веточки должны быть разные все время это повторяю вот где-то они темнее где-то светлее давайте пока перейдем к прописыванию еще одного дерева вот здесь я этой же синей краской сделал темный акцент и вот тут подчеркиваю по одной стороне но вот в принципе много этих веток но еще можно добавлять еще можно добавлять но это я думаю уже под конец мы посмотрим попробуем сделать то есть более тонкими можно делать еще веточки их тут должно быть очень много значит там что-то испачкалось можно убрать либо салфеткой либо кисти пальцем пальцем вот такой вот интересный пейзаж да своеобразный свет такой спокойный опять же беру ультрамарины черные и вот здесь подчеркиваю вот эту веточку не забывайте отдыхать друзья забывайте это делать потому что если даже вы думаете что вы не уморились возможно все же вы уже устали а 15 минут перерыва 10 это то что нужно всего лишь на все до 10 минут отвлечься и глаза могут увидеть все ошибки которые вы сделали более того надо отставлять картину и смотреть издали тогда точно будет получаться все хорошо такие веточки накидаем пока мы эти кусты вообще не прописывали вот в целом здесь готово и хотелось бы немножко снега сюда положить на это дерево а снег у нас в тени как мы помним тот же замес кармин белило и синяя ну и такими движениями добавим сюда снега обледененные объединенный ствол здесь мне конечно не нравится тут еще желательно поработать ну вернемся попозже значит если тут вот тоже снег положить вот так вот вот сюда он может заходить так на дерево так ну немного отдыхаем и продолжим сейчас я хочу немножечко поработать с дальним планом так отвлечься от деревьев потому что мы будем долго их прописывать еще и я хотел бы на дальнем плане изобразить немножечко деревьев тоже я беру черную краску белую и синяя вот такой у меня получается замесик и начинаю вот здесь показывать какие-то елочки может быть менять рельеф вот этот и делать заметки которые будут напоминать деревья особенно вдали надо уходить от прописки но все-таки менять рельеф то есть вот это вот как там деревья шапочки этих деревьев находятся это очень важно вот их правильно грамотно показать поэтому чуть-чуть меняем меняем вот такая вот даль получается можно даже еще светлее эти маски уносить ну а вот здесь на вот здесь-то уже ближе к нам получается да тут здесь можно делать темные такие переходы или либо уже даже с инеем показывать но чтобы было такое разнообразие обязательно то линия горизонта как будто по линейке начерчена да такого не может быть в принципе не долго у нас получается быстренько сделали сделали и вернемся теперь прорисовки стволов можно добавлять даже зеленую краску травяную зеленую чтобы показать на деревьях такую травяную зеленую чтобы показать на деревьях кору если недостаточно она то такая то охристость вкидываем сюда если ультрамарин с охрой светлой смешать то это в принципе такая же русская зелень получается смотри конечно какие пропорции брать но и где-то добавляю вот эти зеленые оттеночки на других деревьях более темные цвета даже черные можем использовать здесь аккуратненько подчеркиваем тон веток которые ближе к нам а вот такие зеленые опять же я беру вот из этого замеса охристая зелень такая даже охра можем сюда наметить она еще чем хорошо вот эти вот мазки они дают объем дерева то есть дерево вот так вот идет разными плоскостями потому что на него кажется попадает то тень то свет вот вот кисточка тень и хаотик и мякостей холсту и это хорошо черненьким вот здесь основание можно толщить тут чуть-чуть покажем что там вот караб виднеется сквозь снег даже и здесь где-то на фоне светлым черкнуть ну и аналогично этому дереву мы начинаем заполнять вот это все вот эти все ветки и попытаемся сейчас добавить много их очень для этого я возьму тоненькую кисть сначала начну с темных веток я для этого снова беру темные замесы а это скорее черная краска синий черный у меня я люблю еще пользоваться не fc а всяческими марса марс черный там или виноградные черные они хороши намного лучше чем сажа газовая сажа газа это такая плакатная скажем краска больше ну и она тоже иногда необходимо но вот этой черной можно заменять коричневой даже то есть она хороша вот именно этим и вот так пытаемся сейчас эти веточки все раскидать одним замесами синие черные вот эти вот цвета беру начинает интересно получаться вот в эти следки на какие будут изобразили мы добавляем тоже вот взял побольше синевой и с одной стороны где-то добавил таких пятен то есть еще какие-то углубления более углубления показываем сильные если навести вот синюю берем красный кадми такие цвета то мы можем и здесь моделировать рельеф показывать различные плоскости допустим здесь какой-то бугорок сюда можно тоже накидывать еще цвета показать свет можно тоже таким образом белила желтая красная на цвета света вот желтый красный белый цвета света и если мы между даже этими точками накидаем такие точечки то эффект возникает объема такого рельефности много много тут мелочей вот этих вообще пейзажи они требуют прописки тут мало что можно объяснить я просто детально прорисовываю всяческие элементы особенно на переднем плане это надо делать обязательно но вот сюда от света мы можем показать такой вот блик и он будет не совсем понятен снежок там либо на дереве либо вдали вот здесь тоже добавляем блики но спокойно не без фанатизма так скажем то есть это тоже придает объем блики я добавляю вот белая краска желтая красная белая это все цвета света ну я думаю здесь достаточно потому что здесь вот солнышко и просто поэтому хотелось бы белой краской показать эти вот блики очень аккуратно может быть чуть-чуть на веточках можно показать такой снежок на веточках где-то здесь на главной веточке тоже пойдет снежок заиграли цвета мы пускаем чуть сюда возможно и здесь это будет намекать на такое сказочные такие веточки свет светит да но повторюсь не очень много прибора не должно быть ни в чем с левой стороны теперь тут тоже добавляем здесь важно что учитывать что это деревья дальнего плана уже да и на них не такая яркость должна как вот на этих все я солнышко вот здесь поставил да и она здесь светит и вот здесь я акцент сделал более конкретный вот дальше уже не такие будут ярко выраженные блики но веточки то нужно прорисовывать больше потому что веточек может быть все равно много и мы учитывая это делаем веточки вот сюда вверх и заполняем тем самым холст таким пространством много-много веток так они вверх идут ну давайте что-нибудь и вот сюда пусть уходит можно попробовать взять поменять цвета допустим взять кармин охра и охра чё поработать с кармином потому что эти цвета дадут тоже веткам приближение либо удаление то есть не только тоном решается какая ветка близко к нам какая далеко но и цветом очень много можно их наносить заполнять такими мазка вот это пространство много-много да но если блинчик вот здесь еще желтенький может быть кинуть чуть-чуть так чтобы показать прям уж вообще здесь солнышко светит можно такое сделать оранжеватости даже какой-то вот если я возьму просвечивается эта краска что же касается этих деревьев дальше которые от нас отход находится вот сейчас чуть-чуть растушу здесь конечно они могут быть более плоскими поэтому набираем вот такой цвет синевые даже и добавляем тоже много веток но они не прописываются то есть вы не добавляете сюда объема никакого веток много но меньше объема но я понимаю что вот здесь дерево толстая да поэтому оно такое может быть немножко с объемом а вот эти тоненькие веточки на них не нужно акцент делать и вот они там их много-много множество таких веточек пусть они туда уходят назад и дерево тоже будет разнообразным казаться и соответственно здесь я сюда лучше наклонить ветки в ту сторону чтобы вот понимаете здесь все-все-все-все в ветках в этих да и сюда и завернуть поэтому набираем снова все те же самые цвета черный вот такой и синенький да и вот этим цветом добавляем вот сюда ветки они пусть уходят всегда дерево наклонено там как-то в эту сторону смотрите как я кисть держу я неспроста ее так держу то есть это удобно так наносить вот и у нас посмотрите что получается все деревья различные это такое стоит да вот это вот такое маленькое корявенькое а это уходит туда в ту сторону это красиво это красиво так и надо поступать с деревьями то есть какие-то деревья идут наверх ветки какие-то вниз какое-то дерево толстая маленькая другое изящное я сейчас пытаюсь найти веточки различные упорядочить их и перейдем к снегу после со снегом немножко больше может возникнуть проблем но что делать так и вот здесь мне тоже хотелось бы какие-нибудь акценты сделать чем интереснее вы вот сделаете такие деревца давайте еще одно здесь увидим тем будет приятнее смотреть на вашу работу я вот подумал сейчас и набираю вот такую цвет такой решил сделать еще и вот здесь деревце ну может быть вот такой более тонкая и чуть-чуть потемнее где-то можно добавить тонкую тут вот интересное заполнение да много-много всего здесь особо прописывать как я уже говорил не стоит вот эти деревья нужно конечно прописать большей части и вот здесь можно снег тоже вот этих деревьев на некоторых накидать снежок ну снежок понятно что опять те же самые цвета синяя карминовая и немножко белила вот такие цвета хороши здесь для снега может быть даже чуть-чуть посветлее сделать потому что там подальше находится вот и буквально можно так вот положить снежок в некоторых участках дерева вот так таким образом то же самое только более светлый то есть в этот же замес вот я добавил еще белила и накладываю эти цвета уже вот сюда подальше то есть они же тоже мы снег там видим да может там быть но он должен решаться не так ярко и добавляем всех этих оттенков разных показываем что снег есть везде на деревьях но теперь перейдем вот тот же вот этот то да который вот мы снежок наполняли где-то здесь давайте накидаем от веточек различные тоже вот такие проблески световые точнее они теневые но светом мы еще их сделаем сюда добавляем сюда добавляем можно белилой белилами вот прямо отсюда с картины взять и немножко чистить вот этот снег показать не так ярко чтобы он был синева может здесь рефлексовать вот на деревьях можете корень какой-то даже туда пустить вот опять-таки тень она ближе всего к дереву да и она вот если синенькую взять и она там больше звучит эта тень темнее она в этом месте ну давайте теперь еще поработаем над передним планом и попробуем прописать его изобразить снег нам понадобится снова белая краска и сейчас секунду так вот я уменьшу нам понадобится белая красочка кадмий красный светлый желтые такие цвета и попробуем поискать где они могут быть вот такие пятна вот я набираю на мастихин и начинаю обозначать свет показываем теперь свет более конкретно не знаю лучше ли вам стало видно если я убрал камеру может быть немного все таки немного так и на передний план сделаю акцент вот и начинаем добавлять да мазки могут быть вообще разные но надо как-то угадывать как-то угадывать цвет я буду это один тот же брать вот этот желтая красный кадмий светлый и белила но в разных соотношениях то есть где-то светлее где-то темнее и начинаем тут скорее даже действует закон рельефа который вы нанесете рельеф краски как вы мазками будете пользоваться ну и тоном то есть где-то надо чрезмерно накладывать краску а где-то нужно скромнее это делать многое еще зависит от того как вы накладываете краску мастихином и как идет у вас мастихин если вы его неправильно сделаете мазок то у вас может образоваться какая-то ямка в ненужном месте поэтому учитывайте это друзья учитывайте такой свет пробивается сквозь деревья и мы можем это показывать выделяя разные нюансики может быть проложим какую-нибудь лыжню мастихин для этого я ребром мастихина делаю полосы но понятно ли это будет или нет совсем может быть понятно может быть дорожка будет какая-то но что-то там движение какой-то задали вот вот здесь где-то нужно на дальнем плане смазать мазок потому что чересчур он где-то должен выделяться а где-то пасовать и такой все в дымке должно быть может быть где-то здесь тоже это не так важно на крае картине акцент нельзя сюда сделать вот здесь есть все да мы смотрим сквозь такой эффект кулис возникает ну чуть-чуть я бы хотел вот сюда еще завернуть кто-то слишком синевы много вот делается такой контраст яркими пятнами не хватает сюда может быть даже серого какого-нибудь цвета поэтому если взять вот черную краску счистим вот эту белую краску как-то загрязнить немножко добавим чтобы не так все чисто было что-то что-то это конечно хорошо но есть шанс уйти такой попсовый вариант картины поэтому колорит должен быть задан верно и на протяжении всей живописной работы надо его придерживаться серенькие цвета необходимы необходимы так тут мы подубрали да тут мы сделали можно я не буду пока камеру менять еще раз покажу вам можно изобразить домик я белилами делаю такой вот такую крышу а вот если взять чисто оранжевый или даже красный цвет то можно даже там какое-то пятнышко поставить и будет вам свет пойдет оттуда да также можно необоснованно цвета брать такие как как забыл цвет называется бирюзовый вот и зелень вот такая и можно продолжать делать крыши различные домов если коричневым дальше работать то мы сможем вот так нарисовать такую хибарку там частные дома да ну а белой краской можем казать что на доме что-то там лежит также вы можете белой краской просто обозначить там вот что-то виднеется сквозь деревья да крыши могут быть также и красные поэтому а красный цвет он очень такой кроющий и он избили виден поэтому можете вот так вот такие наносить наносить прямоугольнички и будет казаться что это вдали деревни что там что-то стоит какие-то постройки и так далее охра вот я вот такие пятна различные делаю тут же можно делать вот просто с палитры взял такую краску и делаем дерево контур вот оно возвышается вот здесь можно тоже дерево сделать все деревья ближнего плана поэтому их можно поставить конкретнее здесь чуть-чуть синего ну и дорога дорога может быть опять же берем там небесно-голубую чистые такие вот цвета и делаем какие-то такие движения которые покажут что там проходит дорога также чтобы это было более понятно на дорогу нужно обозначить вот это одного стона это другого а вот здесь на переднем плане можно подчеркнуть посильнее немного то есть чтобы перспектива опять же работала вот в принципе начал получаться интересный уже пейзажик добавляем еще всяческих там пятен белых белой краской она смешивается с той краской и у нас получается деревня такая да село тут здесь нужно уходить еще вот если вы видите так вот просто используя свой вкус даже сказал бы художественный уходить от таких ярких ярких пятен и пробовать почувствовать как бы оно было в действительности какой это снежок в действительности но не хватает бликов допустим еще сейчас я чуть камеру уберу назад и мы пропишем еще блики секунду друзья ну и добавим сюда на деревья бликов давайте поработаем с бликами можно делать блики двух образцов вот я беру полу тона небесно-голубая вот такая краска но это как бы не блики а скорее полусвет такой то есть снежок он может быть чуть-чуть бликовать где-то иметь полусвет объем и вот мы занимаемся сейчас вот этим добавлением этих вещей чтобы больше объем показать на дереве вот тут здесь лежат излежит снег да как его еще можно делать все очень просто изумрудная не изумрудная а бирюзовая небесно-голубая белила это вот эти цвета в основном небесно-голубая идет но эти цвета лучше наносить там где вот идет допустим кусочек снега лежит на дереве и мы поверх этого кусочка наносим вот эту уже более такую бирюзовую какую-то красочку то есть она дает переход к свету чтобы не казалось все одинаково вот здесь тоже я хотел бы добавить другие оттенки немножко потому что кажется что чересчур синевую много даже сюда хочется охра вот так накидаю вот а то прям такое ощущение что и плавный переход пойдет интересные цвета надо набрать да ну а вот вот этот как раз и есть интересные цвета вот такой вот такой вот цвет можем им пользоваться ищем также черным цветом вот таким таким цветом кору еще раз где-то подчеркиваем очень даже можно так вот мощно подчеркнуть эту кору если веточки сбились то темными цветами вот какими мы обычно пользуемся добавляем еще различных оттенков вот здесь надо понять что мы работаем светом теплыми тонами и тени холодными вот учитывая этот эти особенности вы без труда можете найти показать объем ну и как я говорил блики да вот блики для этого нужно выдавить чистую краску белую и намешать такой замес я беру оранжевую оранжевую беру красочку чистую причем далее беру много белой очень много белой и может быть немножко кадмий красный свет но чистый чтобы туда не попало ничего кроме этих оттенков никаких особенно нельзя допускать оттенков холодных вот и начинаем добавлять ну если на снежок добавить то сюда можно кинуть видите интересно получается где-то на темном фоне очень тонкие веточки заиграют сразу немножко неаккуратно это мы подправим потом вот они лежат лежит снежок и бликует немного также хорошо показывать такие блики в этих растительных элементах вот они то есть вот свет сюда идет теплый можем это наблюдать порядоч так вот мазки сюда тоже можем пустить такого света вот она и заиграла картина различными тоновыми сочетаниями и световыми немножко я удалю ее вот так чрезмерно эти мы сейчас уберем вот она попробуйте вот этими ударчиками смягчить синий цвет яркий а вот еще кстати осталось с акварели вот они кусочки то есть это еще вот она акварель вот чем хорошо краска где-то пастозно очень а где-то вот эти потеки даже остались акварельные тут просвечивается здесь тоже акварель это интересно это хорошо так вот эту веточку я бы с удовольствием еще бы затемнил так чтобы она контраст имела. В принципе, работа приближается к завершающему этапу. Надо будет еще разок все просмотреть и доделать. Кстати, интересные бирюзовые такие, они тоже могут быть рефлексно, так вот, обозначены рефлексами какими-то. Бирюзовые, я имею в виду, вот такие цвета тоже могут быть интересные, они придают яркость пейзажа, такую сочность. Но это тень, это все цвета тени. То есть тень у нас не всегда серая, да, как кажется иногда выходишь. Спросишь у ученика, какая это цветом тень? Черная. Да нет, цветом унитоном. А, ну цветом серая. Да нет, цвет. Какой цвет? Ну, цвет, наверное, синий-фиолетовый. Да, вот именно синий-фиолетовый. Так, ну вот такая бирюзоватость, вот такая. Она, в принципе, хороша и на дальнем плане. Я в некоторых местах ее тоже обозначу, потому что идет взаимодействие солнечного света. Да, он теплый с холодным. И получается вот такой контраст. Дальний план тоже очень важен, очень важен. И если вы правильно изобразите дальний план, то, соответственно, такая дымка там, да, то, соответственно, удаление будет большим и пейзаж уйдет туда. Что тут можно еще делать? На самом деле еще можно было бы добавлять веток. То есть можно не бояться этого делать. Какими-то там лошадки, если хотите, все можно подрисовывать. Вот только сейчас, когда вот готово все, можно сейчас этим заниматься. Ну, в принципе, лично я не хочу ничего делать. Ну, вот по композиции вроде неплохо. Я хочу еще сделать много веточек. И вот здесь бы хотелось бы тоже добавить побольше всяческих таких мазков, которые будут заполняемостью. То есть вот тут вот все как-то списывается, потому что это уже край картины. Акцент делается вот сюда. Здесь надо прописать все, да? охристой красочкой, вот такой вот. Я здесь еще наберу, где-то покажу. Что это, я не знаю. Может, сухая трава там или какая-то, но она цвет хороший придаст. Вот. Ну, можно также эту травку немножко здесь вот разбить. Может быть, тут какой-то как деревце, не деревце, кустик, веточка. То есть постарайтесь тоже разнообразнее действовать. Ну, довольно живописно получается. Вот. Хотелось бы еще сюда вывести. Так. Смело довольно-таки. Бежок. Ну и завершающие такие мазки. Вот я хочу чисто белой, почти белой вот такой краской, мастихином, где-то показать. Вот здесь еще свет. Рельефность вот такую. На переднем плане. Сделать акцент, то есть здесь. Остается мне сделать, знаете, что еще мне хочется сделать? Вот такие детальки прописать, как вот подзакрасились. Вот здесь закрасились немного следы, да? Я вот так набираю. И еще разок. Синяя краску. Вот здесь. Поднаковеркаю. Да, и вот здесь еще надо будет проработать немного. Но это чуть позже. Такие следы. Делаем теперь белой краской акцент. Чтоб они не так были ярко выражены. Вот сюда еще добавим вот таких каких-то темных вариантов. Поэтому я набираю вот такую краску. Немного черную. Вот. И мы можем теперь добавить вот здесь немного потемнее деревьев. Потому что слишком однообразная такая светлая полоса. Чуть-чуть собьем ее. Прописывать тут особо не надо, но чуть-чуть надо показать так. Чтоб она была видна. Ну, добавим еще охры в черный. Вот сюда. Такие вот замесики. Синенькие еще немножко. И буквально вот так кусты какие-то выделим. Конечно, если делаем так, то еще раз ветки надо прописать. Ветки, значит, еще раз черно. Такой синенький, черненький цвет. Ну, вот что-то у нас получилось интересное. Что-то интересное есть. Вот это собью. Остаются вот такие прям детали-детали уже. Вот этот мне кусочек не нравится. Давайте его собью. В принципе, вот что-то такое получилось изобразить. Но вы уже можете сделать, допустим, там где-то окошки показать в домах. Такие точечки. Это на ваше, скажем, усмотрение, как вы захотите. Охрой можете добавлять еще много. Ну, не только охрой, а вот такой различной краской. Заполнять веточки, потому что мы их нанесли, но тонких не хватает. Их можно еще делать. Именно тоненьких таких. Хотелось бы, конечно, посмотреть где-то ветки, которые будут так прям светиться. Разнообразить, чтобы они различное удаление приняли. Одна ближе, другая дальше. Вот как вот это. В принципе, свет хорошо светит. Здесь тоже красиво получилось. Такая очень тонкая дорисовка остается. Все вышло на нужный уровень. Теперь мы, наверное, на этом я и закончу. Чуть-чуть хочу разбить вот этот бугорок синего. Это не очень уместно. Ну, в целом. Давайте еще черный такой красочкой. Какой-нибудь синий-черный. Вот. Ультрамарином даже. Вот здесь. Скорее, вот здесь. Какие-нибудь веточки такие поставим. И тогда тени небольшие от них пустим. Тени, вот как я говорил, гирюзовые, синие, вот такие. Вот, друзья, у нас и получилась и акварельная живопись. Мы смешали. Здесь можно сбить вообще. Так, затемнить холстик, чтобы непонятно было, что это. И вроде как прорисовали все интересно довольно-таки. Могут быть какие-то отраженицы на снегу. Остается поставить роспись. Роспись ставится аккуратно. Вот, я беру темную краску. И вот здесь маленькую такую роспись. Не надо огромную делать ни в коем случае. Знаю, что некоторые стараются почему-то чем больше, тем лучше. На самом деле это сразу показывает на то, что человек не профессионал. Не профессионал, только делает такие неуклюжие, большие росписи. Ну, вот так вот вы можете еще в удовольствие пофантазировать и подрисовать различные веточки. Вот по солнцу очень аккуратно, потому что, сами понимаете, исправить будет трудно. Вот, но можно вот так интересно еще какие-то пустить ветки, которые так вот красиво будут накладываться. На этом, думаю, мы и закончим. С вами был Ревякин Дмитрий Владимирович. Смотрите мои фильмы. До новых встреч. Удачи вам в творчестве, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok